Человек живой, в первую очередь, естественно, и обладающий необузданным африканским темпераментом. Поэтому ревность моя, она не проходит тихо и спокойно. Бороться с этим невозможно, потому что любой глубоко чувствующий человек, он подвержен на эмоции. Если человек не проявляет никаких эмоций, это, по сути, мертвый человек, мертвая душа. О которых, кстати, писал Гоголь. Хотелось бы, чтобы... Я всем желаю, чтобы ваша ревность не была молчаливой, потому что это хороший выход из стрессовой ситуации. Накапливать эмоции нельзя. Мне изменяли, я где-то уходила. Я не изменяла в смысле, что гуляла на стороне, но и в моей жизни были разлуки, и я начинала новые отношения. А ревновать – это всегда красиво. На мой взгляд, это очень романтично. В этот момент живут оба. К тому, кого ты ревнуешь, ему есть что вспомнить. А когда ты ревнуешь, это тебя сподвигает и на подвиги, и на новые решения. И женщина из ревности, она большая выдумщица, она становится лучше, краше, ярче, в конце концов, сексапильнее. Потому что в этот момент мы проявляем наши лучшие качества. Разум. Продолжение следует...